У меня был случай, когда меня в прошлом году приворотила девушка. Но это такое состояние очень-очень бесконтрольное, в плане ты себя не можешь контролировать. А потом, когда меня это отпустило и все это сняли, это послужило таким, знаешь, небольшим уроком вообще в будущем. Такая история жизни не каждому удается, и описать это в песне, мне кажется, это большая возможность и большой шанс. Коварные, прошаренные, хладнокровные женщины, алчные женщины. И мы показываем именно в клипе ее, как некое существо, которое перерождается, это душа. Все в клипе показано через научную фантастику и такой утрированный, грамотный образ. Мне кажется, Макс с этой задачей справился круто. Я очень хотел поработать с Джек Алибом. Это был такой... Мне хотелось очень сильно. Соответственно, как только мне вообще написали, что типа хотим с тобой, я такой ух. Вписался, зная, что за плечами будет такая команда. Очень-очень страшно было, потому что на самом деле из того, что мы делали, это самый масштабный клип, самый такой... Ну, для меня это такой самый крупный проект года. Я подумала, что это очень амбициозно, даже для Макса. Всегда страшно делать такие грандиозные проекты, потому что исхода может быть два. Либо он получится и будет классно, и поэтому мы рискуем, и мы идем. Либо мы проебемся, и будет все плохо. Самый был первое добро получить от департамента художника-постановщика, от Дмитрия. Да, я сказал, наконец-то мы сделали первый шаг в кино, к которому давно стремимся. И типа надо сделать так, чтобы не было стыдно. Хочется какого-то глобального пи***ца. То есть я точно знал, что есть вот он, и он это сделает. Но если он скажет, что нет, то никто не сможет. И он сказал, да, вообще изи. И я такой... Мы, когда беседовали с Максом, мы наоборот докручивали, чтобы было еще сложнее. То есть он говорил, я хочу прозрачный пол, мы говорим, окей, давай сделаем его сотами. Давай сделаем стены, которые будут светиться. Давай заполним ванну чем-нибудь, а-ля кровью, пусть люди будут в крови. Вот такого, что было у нас в храме, мне кажется, не строил, по крайней мере, никто для клипа у нас. Это 100%. Маша моя типичная вторая мама на проекте. Когда надо, она заткнет, всех поторопит. Когда надо, всех обнимет, смягчит. Выстроенный тайминг был в этот раз такой, что я себя не чувствовал скованным. А в самый масштабный день, когда мы снимали храм, там вообще мы на 4 часа раньше закончили. Ну то есть что? Спасибо Маше за планирование. Мы предложили Максу, Макс сказал, говорит, да ты шутишь. Ну типа, в смысле, у меня будет целый храм? Мы сказали, да, у тебя будет целый храм. Тебе не надо будет искать уголок. Чтобы туда не лезла часть, то, что не декорация, где стоит. Вот, у тебя будет целый храм, стреляй куда хочешь. И я прихожу на площадку и вижу все это, думаю, да блин, ну типа, серьезно? Ты смотришь и везде 360 градусов, у тебя стоит декорация, ты можешь в ней жить. И она 240 квадратов, 5 метров высоты. И я прихожу на площадку. Иди сюда. Продолжение следует... 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 необычный и очень интересный опыт она просто невероятная одна из крутейших девочек моделей которых я встречала потому что выдержка просто бомбическая она умудрялась надевать на себе неудобные линзы мы измазывали в крови и заставляли выгибаться не спать мочиться в дожде и она при этом при всем улыбалась хохотала хикала и выполнялась задачей вот так ну как то не хотелось тормозить потому что смотришь но не только ты-то мокрые замерзшие но еще остальная команда тоже не спит также мерзнет как ты и не хочется вот это вот ну на одну себя то что война надо отогреться как-то хотелось побыстрее ускорить процесс она просто включенная ну то есть сделаешь да да сделаю тени холмы не не я потерплю вот такая ну то есть прям чисто наш человек абсолютно чисто по команде вот как все наши работают также работает и а я тут прям такой синхронизейшн нашему в гигантского вольтрона собрались из кучи состанусти и начали короче снимать этот клип через под кровь все так сблизились все любили все на руках носили все очень классные и прям не знаю я я бы с вами еще работала вечность а а а а Часто на площадках бывают сложности, и у нас просто вывезла Зоя. Хотелось сделать анимешность, в этом вот все стилистика, кожа, латекс. Это прям такой самый большой микс из всего, что я делала. Костюмы были очень классные. Макс всегда говорит, картинка зависит от костюма в том числе. И Зоя молодец, она прям нам помогла. Бапе тоже умничка. Масштабы, объемы девчонки прям справились, умнички. И все помощницы тоже молодцы. Были важны такие моменты, как многослойность в костюмах, объем, фактурность, игра каких-то тканей, и комбинация нескольких видов, чтобы это было красиво, интересно. Образ главной героини у меня прям вообще, я прям смотрю на него, это вот то, что мне нужно было. Все по текстуре, по ткани, по наслоениям, по количеству деталей, прям ни больше, ни меньше. Скомбинировано все так, что где-то что-то поблескивает, где-то что-то подчеркивает фигуру. Сделан акцент на ее длинную красивую шею. Мне понравилась прическа, которая сделала Глюка. Ну, то есть, в целом, вот образ по частям это было, ну, отчасти сложно представить. То есть, ты что-то придумываешь и, ну, все равно переживаешь, насколько это будет лаконично и, не знаю, как-то круто смотреться в кадре. А когда это все собрано и, ну, выглядит так, как хотелось бы, так как нужно, прям, не знаю, отпустило. Ему вот просто превратились в такой маленький организм, в маленького Вольтрона по приготовке одежды. Вспоминая игру Devil May Cry или какие-то аниме, у меня всегда, до сих пор, мечта увидеть на большом экране экшн-сцену с участием пистолета и меча. Мы старались безмонтажно некоторые сцены вот это показывать, вот особенно коридор для этих сцен. Конечно, когда одним кадром очень много времени отнимают, там все может быть идеально, и одна деталь, какая-то ошибка мелкая, и ты заново все делаешь. Я думаю, это зрители оценят эту работу, потому что все понимают монтаж, это где-то там можно обмануться, можно крупно, можно общий как-то перейти. А тут как раз фишка в этом. С каскадерами я работал не первый раз. Я просто говорю, какое направление мне нужно, объясняю мотивацию драки, как она должна проходить с точки зрения выхода, сколько участвуют в одном моменте, кто кого должен устранить, в каком порядке. И все, я практически уже на итоговой хореографии не лезу. Камера, и поехали. Режиссер говорит задачу, мы приезжаем к себе на базу, с ребятами собираемся, обсуждаем эту сцену. И начинаем разрабатывать. Так, вот отсюда хорошо смотрится вот это, отсюда вот это. И начинаем полностью, как бы, полную хореографию, мизансцену. У нас, наверное, в первый раз такое. Делали наподобие что-то. А именно такое в маске, там, с такими оружиями интересными. Такое в первый раз. Все равно это же, как бы, раскрывает образы каждого. И нам, конечно, это интереснее. Если ты одно и то же делаешь, это все равно иногда бывает чуть-чуть. Для нас особенно, к которым мы привыкли, чуть-чуть скучно бывает. А если когда каждый раз что-то сложно, свои сложности, там, что-то новое, что-то новое, идеи, новый сценарий, новый, там, ищешь, придумываешь. Это наоборот, это интересно, и все понравилось. С Галией мы давно работаем, уже, господи, сколько. Если бы она где-то что-то сделала не так, вот я бы тогда сказал, как это произошло. Деньги, которые выделили на гримёрскую смету, были значительно больше, чем даже на проекты киношные и сериальные. Моя задача заключалась в образе Аи Инкар и Галины Ивановны, то есть это один и тот же персонаж, да. И я все силы туда отдавала. Наверное, то, что меня испугало, это образ Аи именно в храме, потому что я понимала, насколько он должен быть отточенный. Спасибо Максу, потому что человек, режиссёр, который всегда знает, что он хочет. У меня никогда ни на одном проекте не было четыре помощницы. Я безумно благодарна всем девочкам, своим помощницам. За два часа перекрасить 150 человек, сделать у них какие-то узоры, обмазать их маслом. Я никогда не сбрасываю со счетов работу администрации, но я впервые ощутил её силу, особенно на той смене, где мы снимали храм. Это мой самый масштабный сейчас проект, получается. 250 человек, все довольны, все в тепле, все сыты. Огромное количество людей. И администрация с кастингом просто прям... В принципе, это большой организм. И без каждого присутствующего здесь человека ничего бы не работало. В том числе и кастинг, который нас очень сильно спасал. Макс такой, ну вообще в идеале, я бы хотела человек 150-200, но мне не разрешает Алия. Я такая, а у меня настроение было хорошее. Я такой, давай сделаем. Пришло в финальном. 148 человек, 150. Это, мне кажется, победа. Типа я когда сказал, что покидайте фото, кого утвердили. Ну, чтобы я посмотрел, сказал, да, нет. Сказали, ты правда всех хочешь посмотреть? Конечно, я же тоже понимать, ну, то есть, кого мы снимаем. То есть, и там количество... То есть, у меня есть русский ресторан, где там лежит, да, около 15 вроде человек. Хлеба надо сейчас смаживать. И надо салат поближе. Все отобраны. Ну, то есть, прям, все лица как надо. Там есть Гонконг. К сожалению, всех трупов не видно, которых мы раскидали по локации. Ну, их там прям много, на самом деле. Солдатов там. Ну, то есть, абсолютно везде утверждены по определенным лекалам. Вы что, грязь не это сделали? Да. Все натурально. Каст, конечно, прям душу продал, наверное, на этом проекте. Мы их все показали. То есть, у нас были презентации отдельно на бассейн, отдельно там. Кто готов вообще на все абсолютно. А остальные вот те ребята, которые бандиты были, монахи, эпизодники вообще все, они были просто невероятно счастливы. Я не знаю, говорю, у Макси, видимо, какая-то карма, какая-то энергия, которая передается людям. Потому что ребята не хотели уезжать. То есть, Макс их отпускает, а они не хотят. Можно, типа, мы до конца останемся? Это Джихалип. Он очень, скажем, популярный исполнитель. И людям просто сделать историю, потом выложить с отметкой, что я снялся в клипе у Джихалипа, даже если его не видно, это будет круто. Я обожаю красить с Ирланом уже на таком уровне, что я прям могу уже не приходить на покрас. Но я не могу себе в этом отказать. Это колоссальное удовольствие, когда ты смотришь, как материал до конца приобретает свой финальный вид, когда все это делается. И как Ирлан это все делает. Спасибо. И, конечно, пацаны с графикой. Ну, тот случай, когда парни прям сидят сутки напролет, несколько недель. Респект таким парням. Это были крутые две недели. Были поставлены задачи, достаточно такие масштабные. Гордимся этой работой, поскольку мне кажется, что мы от себя сделали все, что могли. Вот конкретно данный отрезок времени. На мой взгляд, сцены с VFX как раз придали некого объема клипу. Если бы этих сцен не было, то клип был бы более камерный. А с шотами Второй мировой войны и еще шот Токио. Они более общие. И пространство в клипе стало больше воздуха. Мне кажется, они, да, определенно сделали свое дело. Да, у Макса есть свой неповторимый стиль. По-моему, в Казахстане больше так никто не снимает. С Максом вообще комфортно всегда работать, поскольку он не совсем стандартный клиент. И он такой разговаривает на одном языке с нами. Мне что понравилось с Максом, что он не базарит лишнего, не рассказывает какие-то плеяды красивых фраз. Он говорит, здесь вот так сделаем, здесь вот так. Здесь вот так, здесь вот так. Это четкий монолог профессионала. Макс не боится делать что-то выходящее за пределы возможного. Ну, то есть, так нельзя, это запрещено на Ютубе. Он верит в большое кино и он его воплощает в своих небольших проектах. Ну, клипы, в смысле, по формату-то они небольшие. Выглядишь очень секси. Все есть. Выглядит секси, очень секси, очень красиво. Он мог бы просто дать образ и сказать, ну, вот делай так. Но он переживал за каждую деталь. Как это будет смотреться? Нужно вот здесь допилить. Пожалуйста, посмотри, поиграй, что можно здесь придумать. Ты такой, приходишь к Максу, и Макс такой, я хочу вот тот, 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 до каждой волосинки, до каждой реснички. И ты знаешь, ну, окей, хорошо. Когда ты работаешь с топовым режиссером, когда ты работаешь с очень крутой съемочной командой, и ты такой, блин, а если я не справлюсь? Ну, это же сложно. А потом, все, я такой расслабилась. После первой встречи Макс там все рассказал, расписал. Вот это опять все энергии зарядил. Я такой, успевайте. Оригинальный он такой человек, что он каждый детально продумывает. И иногда бывает некоторые режиссеры там могут не говорить, не договаривать, а он прям полностью задачу вот так прям ясно, четко вот так объясняет и дает задачу. И поэтому мне очень приятно работать. Макс это такой злой гений. Во всех смыслах. То есть у него всегда рождаются какие-то совершенно безумные идеи, на первый взгляд, которые, когда ты, когда ты видишь первый раз, ты думаешь, боже, что это очередной челлендж. Это всегда нас сильно очень всех мотивирует, всю команду. Люблю, люблю Макса, люблю эти его вопросы. Вот такие вот, то, что, господи, где нам достать еще 200 литров крови на все это. Иди ко мне. Мы здесь в очередной раз доказываем, что мы можем в Казахстане создавать качественный продукт для международного зрителя. У меня есть две семьи. У меня есть твоя семья, в которой я родилась, это семья моя по крови, да. И есть съемочная семья. Я прям до сих пор нахожусь в таком классном состоянии, не знаю, в таких чувствах. Благодарности тем людям, с кем мне приходилось работать. Мы очень уже притерлись друг к другу с точки зрения понимания вообще общего процесса. И если уже какая-то цель перед нами стоит, мы стараемся именно командным путем к этой цели идти. Слаженно, как один такой большой механизм. В каких-то перерывах все к друг другу подходят и такие пытаются дать свою любовь, свое объятие. И показать то, что он уважает, то, что тот человек сделал для всего этого. Вот. Это поистине волшебное чувство. Шишкин смелый режиссер, вот. Алья смелый продюсер. С такими сроками и другими обстоятельствами снять то, что мы сняли, надо уметь. Слава богу, удача мне сопутствует и мне судьба подкидывает подобных артистов, которые говорят, а давай сделаем. Я еще на самом деле очень сильно благодарна артисту. Это было странное абсолютное доверие. Если мы делаем клип, то это только хорошая высокая планка. Мы хотим, чтобы люди, наши люди, они видели, как артист растет, как он расширяется. Это не музыкальный клип, где ты пришел, чтобы продать свое лицо. Ты пришел, чтобы сделать какое-то мини-киношку, понимаешь? Мини-кино. Вот этот год и будущий год вообще абсолютно за Казахстаном. Это очень круто, когда человек может вот так вот спокойно отдать вот эту вот какую-то ответственность другим людям, не пытаться вмешиваться абсолютно в проект. Большое спасибо ему за это. Очень хочется, чтобы тот энтузиазм, тот творческий огонь, те труды и ту любовь, что вложила команда в этот клип, чтобы его почувствовали зрители, которые будут смотреть клип. На руку тебе точку, сука. Пам-пам-пам. Сука. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ныжу, блядь, идти, внутри, блядь, Илья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.